Возвращаемся на матч По доте 2 Если можно, конечно, так сказать Где у нас Infinity играют С Crewmates У нас, кажется, появились коэффициенты 10-0-9 От GGBet на Crewmates 1-0-3 на Infinity Что тут сказать Не чокаясь Так, ну Это, наверное, в серию, да? Все-таки на карту, наверное, таких Да не, это лайф вроде как написано Ну ладно, возможно Возможно Все считают, что Crewmates Просто никаких шансов не имеют в Infinity взять карту Да, все так и считают Так, ну в целом, что мы увидели? Что мы увидим? Пак Grimstroke от Crewmates ДП Timber Ну, в принципе, опять же, неплохой пак Тускар очередной от Infinity Причем вот Тускар, он особо ничего не делает, да, в игре? Его как-то не было заметно Вот, мне кажется, Yes Допустим, из Crewmates Он бы более заметен, чем Тускар Тускар что-то подставлялся, умирал Пару раз там забатил удачно Ну и все Еще в общем в Infinity интересно У них Mars Underlord Уже два оффлейнера То есть кто-то, скорее всего, пойдет в мид Или это, может быть, какой-нибудь Тускар 5 и Mars 4 Осталось 10 секунд Тролль Керри против Тимбера Тоже не очень хорошо И нам для тролля Он хоть начало нормально стоит Но потом снова Тимбер его выгоняет Есть только совсем там В Мясину Хотя вот Тускар 5, если будет Может, они и смогут его убить Но тут тоже непонятно у Crewmates У них DP, Тимбер, Пак То есть тоже Пак, Мид вроде, да ДП тоже может быть Мид или оффлейн И Тимбер оффлейн То есть уже тоже как-то Кто-то куда-то не туда пойдет Обычно сейчас у нас еще пикают ДП в 5 Но у них уже Гринстрок 5 Ну вот, ты посмотрел в пик Это аркварден Ну что, слишком много кор персонажей Почему нет? Больше кор, сильнее пик Согласен Там игра вырит лучше Ну слушай, реально похоже на Так, это Mars Support, да, похоже? Ну похоже, да А тут у нас А тут, наверное, сверху будет 5 Death Prophet И, наверное, 4 Гринстрок Вот так 5 ДП, допустим, с аркварденом Кстати, 5 ДП, если это Оффлейн Андерлорд То оно, в принципе, неплохо, да? Сифонами его давит Ну, у нее только сифонов практически нет Из-за того, что она суппорт У нее там один сифон И все Вначале Ну там Леву наберет, в принципе Стычки и сифонами Можно продавить Андерлорда Ладно, сейчас посмотрим Как они в линиях разойдутся Пока я не очень понимаю Что они придумали Вот Ну точно Я точно знаю, что А, тут, кстати Очень интересно Стой, подожди, нет У них не так укремается У них ДП мид Уже Как ты сказал? Налог Налог, да Налог Вот ДП мид Потому что Прошлый день он играл на паке В этот раз он на ДП Афлейн Тимбер И Кири Аркварден И скорее, наверное, пак 5 будет Решили не играть, наверное, пак Корп против Андерлорда Даже не знаю Никаких нету оснований не играть Корп пака вдруг здесь Потому что он хорошо выглядит Ну ладно, будем наблюдать Можно подумать Есть ли шансы у Крюмейса Мне кажется, что у Крюмейса Есть шансы только Долго дефтиться в этой игре За то, что они взяли Аркварден Тимбер еще имеет Да, тоже И Гринстроком Есть чем откидываться Мне кажется, что Кажется, что Аркварден В линии Не очень хорошо может постоять То есть Кажется, в теории Что он может там Срэнджи стрелять Но, на самом деле Его, опять же Этот Андерроль Просто задавит Ну и тролль Скорее всего Большой выйдет То есть будет тролль Стоять против Тимбера Если они просто Опять на скиле выиграют И задают Тимбера А такое тоже может быть Просто на скиле выиграют Возьмет какой-то себе Фастбф Опять же Нафармит очень много вещей И Закроет игру Будет как в прошлом Бегать Просто чисто на скиле Да Просто на скиле выиграют В доте всегда можно Так, знаешь, все Типа Свести к этому Скажем так К сожалению Или к счастью Не знаю Непонятно О, 25-й инвокер Сейчас мы точно уже поймем Кто куда Окончательно Потому что Ну, кто кого разобрал Это одно А кто еще куда пойдет Это другое У нас не всегда совпадает Иногда даже мидеры Идут на какую-то боковую линию Победа По закупам похоже, что Марс будет Саппортить троллю Что-то такое Карл как-то вот Именно 4 Закупился С ботинком И Марс как-то закупился С стиками Вообще Марс Опять допустим В линию против Тимбер Это очень плохо Потому что Он просто его запилит На Тимбере Там у него будет Наверное саппорт 4 грем-строк Да они вообще этого Марса выгонят Не, ну вообще Гремается опять В очередной раз Есть шансы Хорошо линии постоять Как и в первой Ну, а как бы Как мы говорим Скилл решит Пока что пауза Как тебе вообще Пауза в Южной Америке? Да Я практически Не сталкивался Ну, ладно Не, на самом деле У нас была Вот на прошлой серии Мы со Смайлом По-моему Комментировали У нас были Какие-то такие Знаешь Там У одного игрока Все время были проблемы Он там дискался Ну Там довольно быстро Админ поясняет Что, мол У вас там осталось 5 минут 7 минут Мы сейчас Радорно с Лексом Сидели, смотрели Там админ Правда быстро На счетчик ставит Команды Ну, потому что Видимо, это уже Как бы Привычная проблема Ничего не поделать С серверами И приходится Вот так вот Бороться Скажем так Ну как бы То есть Если бы пауз было мало То в момент очередной паузы Возможно бы админ Там ничего и не сделал Хотя Я так скажу Что Ну а админов Мне кажется Это их хлеб И человек То в общем-то Все, что нужно сделать Это Типа создать лобби Опросить команды Запустить И дальше следить Просто за соблюдением Таких технических правил Потому что даже админ Не особо В праве Единолично Я думаю Выносить какие-то решения О Каких-то штрафах Там на следующую игру Так что Можно сказать Это единственный Экшен какой-то Поэтому Когда такое происходит Ну а когда пауза постоянная Ты уже Типа сидишь и ждешь Так Сейчас типа Будет пауза Сейчас я им начну отсчитывать Потому что Других вариантов нет Даже Кстати Никто не дисконнектнулся Да Да Он попросил секунду Сейчас все лобби Общаются Спавят фразочки Он попросил секунду Зачастую Это бывает Там Может быть Другому игроку Что-то нужно В принципе Паузу же можно ставить Не только Когда у тебя Какие-то технические Проблемы Ну и в принципе Можно поставить паузу В онлайне Без особых Объяснений причин Все равно Никто не проверит Но даже вот Был какой-то Такой скандал Небольшой Что мы Грит видим Как ставится пауза Как же это писал Лода писал Мы видим Грит Как ставится пауза Игрок пишет Что у него проблемы Со звуком А сам уходит На самом деле За многие века Я знаю На дебюси было Да Что кто-то на камере Видно было Что ушел Ну да Ну это как бы На самом деле Не запрещено В любом случае Подглядеть Как-то Подсмотреть Сложно Что-либо Потому что Дилеи везде стоят А с точки зрения Как бы правил Ну Мне кажется Если они что-то Хотят очень сильно Подглядеть У них там есть Допустим Кто-то скажет Что если ему что-то Ну вообще Дело и мешает Очевидно Подглядеть Так что Ты ничего Не сможешь Котинформацию получить Пятиминутные дела Это решает Ну все вопросы Ну что Пока четвером Стакнулись Инфинити Под бот-руны Тролли соло В топе И аналогично Способу Стакнулись Трюмейт Тоже Четвером Своей тройки Радиант Ну и Арквард Идет в бот Арквард Кстати тоже Мастер тир На этом герое Может и Бакарс Какую-то Нереальную Соль Ну да Может быть А может быть Ему просто Накидают Что Мастер тир Мастер тир Конечно Посмотрим Какой мастер тир Выграет Мастер тир Инвокер Или мастер тир Арквард В целом Дарквард Игра Неплохая Подумать Если набрать Вещи То Тролля Очень хороший Герой Против Инвокера Тоже нормально Ничего Никак не мешает Ставишь 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 ему Прям Поле И тролль Миссу Это Что Просто Тролля Тролля Более Контактный Герой Арквард Очень Большая Рейнш Име Сложно Дойти До Него Очень Много Вещей То Там Сказим Шторм Пить И Всяки Да Можно Сейчас Глейтнер Сделать Принь Очень Популярно Тоже Это Останавливает Потом Люди Останавливаешь В общем Контроль Есть Ну да Мы В общем Видим Марс 5 Со Стиками Против Пак Тимбер Мне кажется Тимбер Сейчас Проверит Хотя Может Идет Агрессивно Нажимать Второй Троль Нажимать Топоры И не Пассивку А Тимбер Чейн Ну вот В общем Мы и сделали Вывод Кто выиграет Эту линию Все стало Понято Да Я согласен Второй Очень странный Выбор Потому что Ты стоишь Против марса Ты его можешь Спокойно запилить И выгнать Чтобы он Ничего не делал Ты берешь Второй То есть Он берет Такой как бы И не Сустейн Выбор Как бы Чтобы регенить ХП За счет Пассивки И не Агрессивный Выбор Чтобы Давить Линию Самому И он берет Какой-то Такой Дефенс Неочевидный Он уже Вторым скиллом Особо не пропилит Даже никого Он боится Что его будут Прессовать Как-то И ему надо Будет уйти Это тоже странно На первом ловле Спокойно берешь Первый И пилишь Марса К тому более У него все Три танга И когда он Уйдет с линии Тимбер станет Комфортно стоять Потом можно На втором ловле Допустим взять Тимбер чейн Или допустим На третьем После реактив фармера В общем Моро бы Мне кажется Как-то по другому Сверху Стоит отметить Что у нас На серверах Есть некоторые Проблемы Иногда С пингом В зависимости От сервера То есть Они там Меняются Иногда Перу Иногда Бразилию Ставят И вот Здесь Собственно Могут быть Поэтому Тоже Очень разные Игры Иногда Прям видно Как у человека Лагает На панголире У нас Один Педняга Не мог В один Поворот Списаться Потому что Знаешь Сделал движение Прямо Через полсекунды До Через полсекунды После Того Как нужно Первый Бразилии Вот настолько Далеко Находится Что у них Есть большие Проблемы Нет Они находятся Недалеко Сервера Специфика Серверов Такая Что вот На одних Серверах Просто Другим Играть Невозможно Очень странно Да Вот все-таки Именно Как города Ну Как странно Они же Близко Находятся Да Но Это Объясняли Уже Тем Что там И даже Иногда Южной Америке Проще На север Наиграть Что очень Плохие Сервера В Южной Америке И никак Не могут Подфикс Это Большая проблема На самом деле Для развития Региона Я так думаю Ну Просто неприятно Играть Да Это Проблема Но сейчас Я смотрел Они Первые Грали на Перу Второй На Бразилии А из Бразилии У нас Команда Кремейс То есть Кремейс Имея Ракуар На мастер Тир Имеют Не на скиле А на пинге На креативе Да И бешеный Перемегрить А он Специально взял Арквардно На своем сервер Чтобы Показать Класс Потому что Ему было сложно Играть Слагом Логично Да Будет решаться Монетка Скорее всего Поэтому Не факт Что Третье Опять Будет Перу Надо было Еще Посмотреть А я что-то Видел Такое Контер Страйки Вроде Что Тоже Было Какие-то Команды Играли Может Китай Или Или тоже Как раз Америка Что Третью карту Просто Отказалась Команда Играть Потому что Понимаешь Что у них Нет шансов Выиграть Из-за пинга Ну Думаю Для онлайна Нормальная История Для Каких-то Разных Регионов И каких-то Проблем С Ну Определенного Характера Китай Он вроде бы Как бы Мог иметь Все гораздо Более Приятное Но Из-за их Там Фаервола Очень сильная Душка Тролль Хорошо Стоит 14 7 10 На Тимбере Он Вообще Не взял Первый И в итоге Играет Спасива И Тимбер Чейнов Так он Тимбер Чейнов Даже Урон Если Он Пропилил И Того Ж Пропилить Он Не Попадает Тимбер Чейном По Ёлкам А Он На Своем Сервере Играет Так А Вот Бось У Нас Арквар В Тоже Поменьше Фармит Я Конечно Не Эксперт Но Мне Кажется Что Если Ты Не Попадаешь По Ёлке То Дело Не В Пинге Все Таки Где Б Короче Какая Боя Ситуация Не Была Ёлка От Тебя Не Убегает Если Только Не Подъел Мастер Враг Который Видит Я Понял Ёлка Статичная Тем Более Враг Должен Лагает На Пинге И Не Смоч Съесть А Ладно Виде У Нас Принципе Хорошо Стоит ДП Против Фейн Вокера 19 8 21 То Вообще Очень Сильно Переигрывает Этот Мид Лайнап И Еще Интересный Факт У него Первое У него Первое В 2 И Вообще Больше Ничего Не Вкачано Не Не Определилось Не 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 Вообще Судя Почему Ну Хотя Возьми Первый В 3 Допустим Взял Первый В 3 Я Понимаю Почему У него Не Вкачано Он Думает Между Салом И Сифоном Пошел Сифонить Инвокера Не Самая Лучшая Идея Конечно Вообще Странно Что Инвокер Так Сильный Мид Проигрывает ДП Тем более Он Даже Ни Сифоня Ни Момет То есть Просто На Крепстате Лучше Где-то Там Чуть Пока Еще Знаешь Я бы Не Сказ Что Сильно Ну Там 9 Крипов Ну Допустим Да Но Если Это 9 Крипов Останется Через Пару Минут Тоже Будет Ничто Тем Временем У нас Пак Забирает Руну Получает По Голове Заберет Вторую В этот же момент Тасик Забирает 2 То есть 2 2 По Баунти Руну Будет Ну Пока Infinity Преимущество Очень Небольшое Ну Там Скоро Мидас Войдет Еще Арквар Его Никак Не Прессуют Его Могут Убить Локоп Остается Еще Паратычек Не хватит Гримстрок Спас Ну Слушай Хилата Особо Нет Фласок Тангусиками Отъедаться А тем Временем Тимбер Все-таки Погибает Доиграл Доигрался С элементальными Билдами Вот Это Проблема На самом Деле Он Из того Что Выбирает Играть Защитник С этим Тимбер Шейном А не Атаковать В итоге Он Всегда Защищается Проблемки Ой Как красиво Убивает Одного И на Второго Перетягивается Приходит Пак Второго Уровня Смешно Ну Вот Все Начали Щемить Круто Продавили Да Подвык Я не Увидел Ну Ка Джейвелин Работает О Работает Вот Это Тимбер Интересно Тимбер Шейном Играет Конечно Так У него Нет ТП Ну Привет Передаем И так Тоже Можно И Все Ну Ты Видел Да Это Лаги Да Он Дисконнектится Можно Хочешь Оправдаться Перед Своей Командой И сказать Ребята У меня Лагает Поэтому Я Умираю И Дисконнект Показательно И Сейчас Возвращается Начинается Next Play Он Говорит Все Деревья Вырастают На месте Тимбер Чейнов Кинутых Так Вообще Он Во-первых Когда его Начали убивать Какой-то странный Тимбер Чейн Дал Вообще Вдруг Абсолют Вдругую Сторону От Своей Вышки Учитывая Сколько Он Жил Он Мог Бы Вполне Просто На ноге Убежать Да Он Мог Побежать На ноге И Потом Тимбер Чейн В какую-нибудь Своей вышки Ну да Как вариант Такой Мой Аналитический Ум Подсказывает Мне Ну ладно Тут на самом деле Я думаю Это Таких вопросов У нас будет Много Ну на фиде Знатно Конечно Что тут Сказать ДП Пока Хорошо Идет Но вот Видишь Преимущество Наденвокером Ну что там Полторы сотни Разве это Серьезно При этом Тролль Вардена На 500 Опережает Тимбер 200 Он вообще Сильно Отстает Короче По всем Фронтам Опять Переигрывают Ну пока Еще Преимущество Минимальное Но если Оно будет Расти Ничем Хорошим Это не Кончится Флюкс Ну Флюкс Что-то вообще Не наносит Урона Более Тасик Еще Крипам Подбежал И Перетягивает Смар Все Варден Закончил С фармом Да Они начнут Строем Прессовать Плюс Вышку Прессовать Понимается Что тролль Может стоять Один Он с этим Джейвелином Может спокойно И третий Реактив Фарм Запрессовать И вообще Стоит Отменить Этого Парня На тролле Я так Как-то Не думал Об этом И он Мне даже Как-то Открывает Глаза Дать Пространство Для своего Тролля Потенциально Чтобы тот Фармил Низ Пытается Саргварден Сделать Себе Мидас Ему Остается Где-то 300 Голды На него Он Будет Наверное Тоже Пытаться Где-то В топе Фармить Тибер Сейчас Наберет Себе Лау Седьмой Там Уже Будет Четвертый Реактив Фармер И Наверное Джевелина Не хватит Пошли За Варденом Ему Тяжело Не фармить А просто Сидеть Здесь Так Все Он Сам К ним Пришел По итогу ДП Сюда Приходят Инвокер Из торнадо Ой как Гримот А что Гримот Так сбило Все таки Добивают Инвокера Ну Какой Никакой Размен Но Тасик Уйдет Ну Как бы Стянули ДП Вниз Инвокера Конечно Отдали Но Очень сильно Сбивают Тайминг Мидас И Сейчас Вардену Он Еще И Придет Не факт Что Будет Фармить После Всего Этого А он Да 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 Хорошо Тут Есть Крипы Можно Прифармить То Еще Одну Пачку Прифармить Вот Уже Мидас Будет Можно Дес Пойти Ну И Ультимати Что Надо Все таки Добрать Левел Ну Познаваться Ну Конечно Да Познан Да Линия В итоге Сложная Оказалось Они В Тускар Андеру Задавили Его Они Просто И Прошу И Гру Такой Желай На Постоян Еще Говорю Что Вот И Не Особо Рекомбинирующийся Дерой Тасик Ты Не Особо Увидел Тасик По Игре Да Да Пак Че Та 20 Секунд Че До Баунти Ру Но Он Уже Пришел На Не Но Очень Долго Там Будет Стоять Сейчас Там Кстати Тролли Тону По Тимберу Пытаюсь Его Миллион Усеток Убить В общем В общем Умерение Тролле У нее Нет Маны Но Тимбера Просто Тоже Нет Маны Тимбера Тоже Нет Маны А Снизу Забирают Тем Временем Копье Кривое Залетело Увозят Марса Чтобы Спири Перестали Работать Но Есть Еще Сифон Андерлорд Жмет Стики Не Андерлорд Кажется Наигрался В Глоту Да Копье Опять Неточное Еще Один Сифон ДП Тут Завезла Соль Очень Кривое Два Копья Кривых От Марса В итоге Приговорили Андерлорда Ну Вот Уже Какая Это Интрига Ты Посмотри Ну Вот Да Этот Парень ДП Хорошо Очень Играет И Мисс Хорошо Постоял Выграл Относительно И Просто Выходит По Линиям Спасает Как Миню Он Задевал Свою Вышку Дал Не Дает Я Спу Пает У Него Даги Топ На Творце В Игре Делать Спию Вот Если Они Дальше Будут Вышки Аргар Будет Фарм Будет Ловит Под Поле Вообще Да Отшатывали Нет Все Приходите Ком Команды Убивать Этого Тимбера И Вардан Там Взял Конечно Свой Медас Но Очень Поздно У него Только Шестой Ботинка Нет Еле Ползает По Карте Но В Принципе С Медас Начнет Сейчас Отъедаться Может Быть Что И Получится Троль Пропускает Крипов Под Ложкой Ну Вот Инвокер Еще Неплохой Весел Делает Потенциально Против ДП У Него Есть Еу Один Весел Снять Но Со Вторым Уже Будет Сложно Бороться Если Второй Заряд Накинет Поэтому Инвокер Да Хоть Отстает Допустим На 1000 Голды От ДП Надо Понимать Что ДП Кучу Киллов Сделал В И Инвокер Еще Имит Не Очень Уже Постоян Но Сейчас У него В целом Нетворс Хороший Интересный Выбор Он Именно Раскачка Интересная Топоры Первый В 3 Топоры Вообще В 1 И Пассив В 4 То есть Он Именно Хотел Так Эток Спит На Тимбере Как Можно Больше Чтобы Джевелин Прокал Ну Для Фарма Тоже Неплохо Я думаю Для Фарма Скорее Так Тут Тем Временем ДП Могут Найти Если Найдут Будет Прям Очень Неприятно Какая Плохая Арена Какой Плохой Все Вообще Абсолютно Ну Да Чувствуется Что Некоторые Пинг Есть Потому Что Видно Как Секси Йоги Прям Ну Не Может Человек Вот Так Неуверенно Кидать Все Копья Учитывая Что Он Все Так Играет Хоть И во Втором Дивизионе Южной Америки Я думаю Что Здесь Есть Некоторые Вот Такой Пинг Который Мешает Ему Он Поэтому Старается Наверочек Слушай А выход Отличный Забрали Топ Героя Оппоненты Забрали Вышку Тролля Ты Сделал Просто Великолепно Ну И Продуктор Топ Вышку Отдали Тимир Ее Сломал Но В целом Да Мне кажется Что Он Выходил На Марсе И Думал Что Он Может Поймать На Тоненького Эту ДП Вульту Но Не Получилось Но ДП Тоже Так Вышло Мне Кажется Повезло И Немного Хватило У По Которых Татюр Наделся Даггер Пост Четыре Пак Принять Неплохо Имеет Ну И Подворство Тоже Неплохо Имеют Есть Медас Арквардил Уже Фармить Седьмой Левел Скоро Будет Молния Так Понимаю Да Банд Еще Хочет Один Для Статов Ну Вот Тролль Тоже Он Имеет Молнии Принься Мож Не Фармить Очень Быстро Разница В ловле Какая Это Просто Один Тролль И Восьмой Варден Гигантская Ну Да У них Такое Кардинальное Различие В линии Одного Давили А Другой Сам Давил По Итогу Вот Это И Выражается Ну И Тем Более Тролль Очень Много Соло Экспы Получал Там В один момент Марс Ушел Стоял Всю Соло Экспу Ушел Аркварный В этот момент Только Давили И Убивали Ну При Этом Аркварный Понатворство Конкретно Остает Несильно Всего На 600 Голны Ну И Тоже У него Появится Скоро Свои Молнии Плюс У него Будет Мидас И Скорее Он Будет Обгонять Понатворство Катроля Стакать Неплохо Эншентов Ну Все Делать Хорошо И Тройку Пока Их Не Дают Но Самое Важное Еще Думаю Для Рейдент Это Не Давать Мид Т1 Чтобы Как раз Не Бо Такого Комфорта По Карте В Инфинити Чтобы Они Могли Заходить Куда Угодно И Вдавливать Под Вардом Бегает У нас Ребятки Из Инфинити Марс Поставил Вард Агрессивный Между Тиранин 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 Продолжает Фармить Быстро Это Делает Конечно БФ И Не Будет Но Даже С Молниями Нормально С Такой Раскачкой Это Особенно Короче Просто Фармим Бегаем Фармим Бегаем Бегаем Фармим Вот Я Еще Думаю А Вот Кому Выгоднее Просто Фармить Мне Кажется Для Рейдент Просто Фармить Неплохо Дефать Вышки Просто Фармить То есть Там Будет Аркварден Против Иглоки Когда у тебя Аркварден Думаю Да Ой Какой Вард Сейчас Сбивают Его Но В то же Время Запалили Позицию Секси Йоги Только Гримстрока Захыл И то Ничего Не может Сделать С ним Ну Ладно Нормально Тасик Покатился Забрали Гримстрока Попытаются Тасик Разменять Нет Так Не получится Он Слишком Прочный Ну Просто Такой Вот Сделали Фраг Правда Гримстрок Разбил Вард Это Для него Тоже Хорошо Варда Не трогали И что Хотят Тир-1 Забрать Смоук Разбивается Ничего Се Арены Нет У Марса Но Можно Его пытаться Пободаться У Тимбера Например Стаков Вообще Нет А Троль Давит Еще и Нижнюю Линию Параллельно И Продолжает Фармить Не Не стали Выходить Страшно Пошли Куда-то На топ Вардена Искать Но Его Там Уже Тоже Нет Он Я просто Думаю Что У них Урона Не очень Много По вышкам В целом Дайер Без Троля Вот Троль Может Уверенно Вышки Ломать За счет То Что Стакает По Вышке Пассива И Очень Быстро Бьет А так Посмотреть На команду Дайер ДП Тоже У него У Появился Рассидай Сифон Ее Очень Тоже Убить Есть Хоть Весел Но Все равно Мне кажется Там Может Учиться Какая-то Беда Например У них А я Не понимаю Что Если Они Будут Ошибаться То Арквард Будет Набирать И Арквард Потом Их Выиграет То есть Вот Они Выигрывают Тысячу Да Инфинити Но Тут Все Мне кажется Не Так Просто Как Может Как-то Чувствую Да Что Инфинити Сейчас Выйдут В их Тройку Поэтому Приходят Саппорты Танкуют Потенциально Какой-то Смог Или Пусть Затакуют Именно Саппортов Чтобы Не Убили Арквард Строль Просто Афк Бьет Свой Лес Причем Даже Не Бот Лес Чтобы Потенциально Сюда Прешить Бот Вышку А Именно Свой Немного Такой Пассивный Плей Получается Им Надо Мне Кажется Покарти Сжимать И Уже Даже Меньше Тысячи Завис Инфинити Вот Я Говорю В Пассивном Фарме Кристал Ну Кремай Са Набирает Ножи Хочет Хочет Выходи Себе ДП У Ней У Вар Не Дос Гол Фармить Быстрее Чем Практически Любой Другой Геро Может Кроме Креп Ребята Не Расстраиваются Хороший Выход На топ Вот Собери Под Катапульту Алакрити Антарлей И Все И Пошел Разбивать Выш Очень Много Урона Могут Дар Микар Сейт2 Пытаться Не Хотят Зачезава Можно Рошана Добровать Пойти А тут Недерлорд Принимает Удар На Себя Кажется Очень Хочется Недерлорда Даже Не Знаю Не Ну Конечно Спилили Очень ДП Смотрим На ДП Ой Как Вовремя Юльчик Зашел А сейчас Сифоны Раскинуть Да И Тролль Ничего Не Нажал И Это Камбэк И Это Крюмейт 6-10 Больше Тысяча Сами Сняли Мид Вышку И Все В игре Снуется Просто Отлично Ну ДП Нельзя Было Выпускать Конечно Из Контроля Нужно Было Ее Прям Вот Добить За Стан Но Пока Она Вся Подюлила Даже Без Сифонов Столько Всего Произошло Но Самое Главное Конечно Это Тролль Который Без БКБ Получил Сайланс Просто Умер Да Большая Ошибка Троля Ему Надо Дальше Фармить У него Просто Яша Мэншторм На самом Деле По факту В файте Очень Тонкий Он Получил Пару Скиллов И сразу Силег Айда Тимир Хоть И 64 Сворца У него Худ В Вижу Себя Не Сбрасывает Но Возможно Это Ошибка Да Поднимала Инвокера Чтобы Убежать На Костеп Потому Что Иначе Он Торнадо Сдиспейлил Все Но В итоге Не Вышло Слишком Круто Работает Пол Снэв Спирит Сэф Хороший Фраг Ответ Да Молодцы Вышли И Это Дает Им Простран Сразу Тролль Биржи Турак Рошан Хотят Его Убивать Это Хороший Момент Нету Ультимейтов Просто У Рэдди Ну Допустим У той же ДП Не Был Только Тускар Начинает Четыре Мили Героя Убивать Рошана А Подолак Лить Это Конечно Жесть Очень Быстро Падает Ну Вот Я думаю Много Лиц И В итоге Припус Строл Будь Трол И Даже Если Тролль Потеряет Аегис Мне кажется С роботом Он умрет То есть Никакого Большого Буста От того Что Тролль Получил Сейчас Аегис Мне кажется Не будет Ну Смотря Только Как Падь Будет Рошан Сам По Себе Экспа Золото Плюс Ко Всему Это Разгон Рошанов Так А тем Временем У нас Нет Это Просто Ощ Ей Пришлось Ульт Нажать Испугался Что Урет Не хотел Умирать Не хотел Тереть Аегис Ну Короче Говоря Аегис Скорее Такой Знаешь Три Баунти Руны Четыре Баунти Руны Сейчас Заберут Аегис Которые Просто Забрали Дополнительная Страховка Плюс Разогнали Рошана Быстрее Появится Второй Если Карту Захватят То Быстрее Быстрее Можно Набирать Преимущество Ну Нормально Опа Пака Ищет Опа Пака Нашли А у Пака Спот Четыре Да Как Богато У Него У Нагер И У Него У Есть Пойнт Бустер И Мор Скать Да Ганил У Него Хватает Почти 2000 У Него Незвор Судар 6000 Хорошо Фармит Кавс Бак Большая Проблема С А Это Тот Парень Да Правиль Который Гран Р Шейкере Ну Сразу Видно Мвп В Команде Тащит Сколько Выносит На Пласс Четыре Не Он Может Много Импакт Дать В итоге С этим Дрем Койлом Аганимным Было Метро Где Все Играли Пласс Четыре Пак И Вот Как раз Этот Билд Он Был Очень Спешный Трол Лист Инвокер Просто Продолжает Фармить Интересно Что Будет Собирать Дальше Медасик Имеется И Как бы Для Инвокера Это Довольно Важно Чтобы Тоже Не Проседать Дальше По Нетворцу Так Куча Телепортов Идет Марса Видит Таска Видит Таск Заходит Инвокер Видит Гримстрока Видит Копию Но Сейчас Втроем Могут Нарваться Чуть ли Не на Пятерых Так Гримстрок Без Просветки Поэтому Быстро Накидывают Спылов И Просто Убивают Его Он Погиб Да И Крема И Совсем Решили Не Вписываться Просто Отойти Саевого Все Ну ДП Зарон Нажало ТП Аркор Просто Убежал Пак Еще Глубоко Сидит Я думаю Будет Тоже Линию Проталкивать Приступал Все Делать Качественно Так У У Троля Очень Интересно Он Сначала Думал Выйти В Сию Потом Подумал Что Ему Очень Нужно БКБ Рецепт Нас Сенш Уже Купил Но Решил Что Надо БКБ Докупить Сначала И Потом Можно Только Сию Ну Да Я Б Скал Что Это Логично О Пак У Не Нападает Пак Грессор Который Убрел Да Да Фиг Знает Спить Не Чем Да Торнадо Был Закастован Инвокер Может Я Думаю Что Он Пока Переключил Инвокер Торнадо Пока Увидел Где Находится Пак Много Время Прошло Такой Пак Агрессор Получился Но тут же Смоук Разбивают Тролль 17 Левел БКБ Яша Молнии Довольно Больно Вот Вот Теперь Довольно Больно Сейчас Могут Увидеть Гримстрок Убить Его Это Не Так Страшно Для Радиент Кого То Ждут Ну Им Надо Сломать Точно Радиент И Принимать Файл Скорее Не Очень Хочется За Т1 С другой Стороны Если Как Удачно Просадить Каких Тагеров И Зачем Собор Принять Файл В Это Время Арквар Сплитует Бот Заю 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 Радиент Не Очень Очевидный Скан Как Буду Да Увидеть ТП Кто Туда Или Нет Хочешь Что И Потеряли Просто Мид Т1 Мид Т1 Это Хорошая Сюда Вышка В итоге Ой Энвокер Энвокер Заходит Видит Сейчас Вардена И Тимбера Будет ли Нападать На Вардена Вот Нападает На Вардена Подолаг Пытается Сам Его Забрать Варден Не Понимая Что Ему Делать Лотоса От Тимбера Неплохо Вроде Бы Но Ой Ошибка От Вардена Ладно Об этом Чуть Похоже Так Тут Говоря Но Ему Дельтая Тычка Вот Даже Не знаю Ошибка Это Или Нет Слушай Если Б Тасик Докатился Б В Сноуболе Он Б Затриггерил Лотос Или Там Нужно Прям При Нажатии Каста Что Такой Вопрос Механический Просто Если В таком Случа Затриггерил Затриггерил Сноубол Варден Имел Смысл В Тасика Вбежать Чтобы Спрятаться Начинать Крутиться Тогда Было Бы Очень Неплохо То есть Появить Какие-то Микро Шансы Но Скорее Сурово Умер Пока Нашли Смотри Марс Пришел Поставил Варды Пак Не понимаю Что Его Видят Думаю Что Его Не Видят Уже Такая Бада Окружает Его Очень Тяжело Марс Прям Максимально Ты Видишь Да Он Тут Скорее Он Просто Тамиг Неудачно Поймал Я думаю Ой Пак Ой Как Неудачно Для Пака Ему Прям Прилетела Ты Видел Да Сетка С первого Удара Он Не смог Из-за Этого Сразу Уйти Варбу В Шифт И Все Таки Забрали Ну Короче Говоря Марсу Прям Очень Тяжело Он Прям Прицеливается У него Как будто Пинг 300 Потому Что Он Даже Стоячего Пака Отменял Там Уже Было очевидно Что если он дает копье То Всякие успеют Добежать Там Искоров И быстренько Забрать Там Через Сноубол Продлить 7.15 26 Минута Вроде Как Радиент Потихоньку Инициативу Теряют Как мне кажется А Дайер Наоборот Всеверен Действует Разгоняя Рошана Качая Своего Троля Да Там Варден Но Пока От Вардена Вообще Никаких Угроз Мы не Видим Особо Ну Игре Они Забирают Все Вышки Которые Хотят При этом Рейдент Вообще Не Деф Никак Свои Вышки При том Что Николик Деф Паран Положен Все Дмора Поставить Куда Как Подеф Размять Вражескую Команду Ничего Это Не Делают Просто Бьют А Привычки Сейчас Заберу Спокойно А Отпост Бот И При этом Команда Дайер Идет Пашли Трайк Здесь Пригвозили Его Еще И Пытаются Найти Гримстрок Но Гримстрок Уже Нет Ну Как-то Так Минус Тимбер Забрали Вышку Забрали Тимбера Не Перехватили Аван Пост Ну И Ненужный Пост Они Ведут Сразу По Топу И Будут Забирать Топ Т2 Потом Могут И На самом Деле И Мит Т2 Попробую Забрать Забрать Но Не Убежит Минус Сямана Ой Какое Неприятно Для Вардена Сейчас Пошло Копье Копье В итоге Прибивает Вардена Забирают Его Но Правда Могут За это Очень Дорого Заплатить Ну Как Дорого Двумя Супортами Пытается Тасик Убежать Догоняет Его Мистер Налог Стоило Ли убийство Вардена Двух Суппортов Вот Здесь Андерлорда Еще Заберут Нет Андерлорда Сидает Даркрифт Не Ну Конечно В принципе Чего Два Саппорта Умирают Они Четыре Шести Шти Штинг Дворца Они Форс Сдп Ультимейт То есть Сейчас Когда Саппорты Резнут Они Будут Спокойно Ити Не Боятся Получить Фаль Себе В ответ Забрать Плюс Убили Хайкора В Вражеской Команде Которую Не Будет Фармить Варден В этот момент Инвокер С Мидасом Хоть Очень Много Бегает Но Продолжает Не Отставать За счет Мидасика За счет Вот Таких Приколюх И У него Уже Блин Как Будет БКБ Так Но Эта игра Уже Как Минюм Какая Более Интересная Нет Какого-то Количе Закопки От Инфинити Есть Какая-то Надежда Что Аркварден Может Перевернуть Игру Вот 2000 Всего Преимущества Инфинити Может Какой-то Будет Рошан Пайт Например Сейчас Не Чувствуется Что Дайер Хотят Куда-то Пойти Или Какую-то Вышку Сломать Хотя Мне Кажется Дайер Не Очень Хочется Тянуть Игру Влейд Делать Себе Покатроль Башер Потом Хочется МКБ Против Плазмофил Покупать Но С Пушем Всегда Будут Проблемы Вот Ну Тем Более Это Еще Матер Тир Арк Варден Он Знает Как Надо Дефаться Очень Долго Так Тут Пак В опасной Позиции Но Марс Как Мы Знаем Не Очень Страшный Для него Герой Потому Что У Марса Пинг Интересный Взял Артефакт Марс Арбов Дестракшн Может Реально Круто Дебафить Несколь Варган Бакамб Тоже Интересный Варс Ставит Тут Карта Даже Не знаю Против Пака Именно Готовится Ловить Знаешь Так Вот Где-то Кто-то В кустах Там Засядет Поймаешь Одного Человека Деварден Все Апакси На самом деле Очень глубоко В кустах И мне кажется Вот Они Прямо Клювать Настроено То Чтобы Резать Пачки Сплитовать Именно По Макро Просто Растягивать Качать Игру Так Понимаешь Что Никому В цел Собирает Файт Но Вот Они Мне кажется Зажато Играют Они Думают Что Они Оусайдеры Из Этого Зажато Играют Рошан Подают Просто Так Сейчас Тролль Получает Сероиде С команд Да Я Конечно Понимаю Что Они Думают Они Всегда Могут Принять Файд От Граунда Но Так Зажиматься Это Давать Примущество Большой Инфинити Нарастать Наращивать Колду Забирать Шмотки Там Марса Неда Поставил Выличный Заттп Да Ну С пасихом Ну И думаю Что Сильно Это Не Повлияет Да И не Думаю Что Рейдин Подумал Что Там Пак Нашли Понимали Пак Нашли Да Да Его Под Айсволом Замедлили Неплохо Он Продолжает Отмансовать Но Инвокер Какой-то Демон Я Не знаю Слушай Он Просто Жесть Убил Марс Тем Временем Убили На Миде Это Было Очень Круто Он Настолько Точно Примерно Предсказал Куда Пойдет Пак Вот Дважды Причем Сначала Торнадо Он Поймал Потом Поймал Санстрайк Не Зря Очень Много Игорные Инвокер Не Е Е 25 Тер Ну Так Нужно Очень Много Таких Кэтч Нужно Для Того Чтобы Зажать Оппонент Ну что Это Варден Вот Сейчас Игорь Ошибается Сильно Это Бежит Но Он Уже Понимает Что На Сам Деле Ему Здесь Не Очень Хорошо Ставить Всякие Айс Волы Получает Флюкс А Если Свет Или Что Нибудь Очень Очень Амантюрное Решение Пойти Попробовать Убить Инвиза Иллюзи Арквард Нажал Просто БКБ Сразу За Порсом Идет Нападение Тролля Сразу Как Моментально Действует Тролля По всей Карте Тут Иллюзия Арквард Тут Тролля Хороший Адролля Не Убить Наверное Не Уйду Да Да Ходит Спокойно Ну Я думаю Что Инвокер Уже Понял Что Умирает Практически Наверняка Он Просто Тянул Время Чтобы Тролль Успел Что Пропушить На Сам Деле Еще Секунд Десять Тролль Бо Эту Вышку Снес И Получилось Бо Не Так Все Плохо Как Каждая Вышка Здесь На Вес Золото Сейчас В Прямом Переносном Смысле Этого Слова Ну Да Не Хочется Крема Содавать Вышки Потому Что Это Сразу Пространство И Где То Чем Меньше Вышек Тем Легче Что У вас Понят По Карте А Она Выглядит Максимально Сильно Вот Так Если Подумать Тролль На этих Шмотках Войдет В ДП Который Нажет БКБ Он Никогда Не Пробьет ДП Он Получит Скорее Сам Сифон И Отвалится Ну И ДП Тоже Прям Не Будет Давать Троллю Убить Себя Будет Как Там Мансить Чтобы Ультимейт Билд Ролям Ну В общем Ситуация У Крипов Какие-то Выходы Придумывать Ну Пытаются Придумывать На Паке Есть Сейчас Огонит То есть Я его Не Могут Поймать Инвокера На Dream Coil Тролл 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 Играет Понимаешь Что-то Тут Не Чисто Может Думаю Крывай Что-то Ровар Стоит Но В Это В Это В Размениваю Тролл Тролл Вот За этот Выход Они Сломали Сами Т2 И Отдали Т2 Уже Не Так Круто Хотя Сейчас По Миду Сломают Будет Интереснее Улигар Сами Должны Начать Деф Не Хочется Давать Пока Есть Один Арквар Но Очень Торок Далековато Совсем Боится Спускаться Ну Что Думай Против Кейшн Либо Минус Думай Навер Что Если Выйдет Или Спустится Тут Сразу Может Куда Марс Арена Получит И Уврет Но У Нес БКБ Адам Аркварда Тоже Заходит И Ломает Т3 Немного ХП Уже Сняла Вышки И Мне Кажется Хотят Они Кого Поймать В боте Подсетапе Убийца Может Того Жень Вокера Но Все На Топе Да И Лизер Аркварда Снова Полетела Бот Вообще Да Она Поставила Магнетик Филд Полетела Сейчас Поставит Герой Правда Он Что-то Куда-то Отошел Вынужден Использовать Затем Фортификейшн Хотя Просто Герой Мог Подойти И поставить Магнетик Филд Было Все Ок Но Копия Действительно Делает Своё Дело Да Уже Полвышки Упало Даже Вот Сильнее Просадили Вражескую Вышку Пак Вадное Нападение На Андерлорда Да И Пак Явно Не Ожидал Что Здесь Так Много Врагов У Пака Конечно Огоним Но Одна Копия Не Может Справиться С Инвокером Инвокер Убегает Не Было Бо Тускаром Может Он Для Него И Хотел Бо Урага Ну Да А Тут Был Какой Выход На Тролян Утром Убежал МКБ Кстати Пара что-то изменит С этим Магнитик Филдом Потому что Игры Из-за этого Магнитик Филда И то Что Зани Не пробить Очень длинными Недобывают Никакого Вообще Ну Пугна Без профит Есть герои Которые Кстати Андерлорд Ну Правда У него Конечно Такой себе Талант Честно Скажем Это Очень Маленький Урон По Зданиям 15% Урона По Постройкам Учитывая Что Урон Сверх Сверх Ну Это Можно Просто Долгое Время Стоять И Смамить Первую Вышку И В какой-то Момент Они Упадут И Ничего Аркварда Запрещено Не Сделать Кстати Вообще Не возьмут ли Я реально На 25 Левеле Этот Талант Не Не Это Полная Хрень Ну Там Просто Если Тролль Будет Стоять И Попадать Один Топор Там За Минуту Дамедж Будет Примерно Такой же Поэтому Гораздо Больше Эффекта От Правого Таланта Его Конечно Может быть И возьмет Но Я просто Тоже Думал Что Иногда Так Может Возьмут Я Один Раз Попробовал Взять Талант И Сломать С ним Вышку Метеор Хаммер Проще Купить Вот Это Реально Будет Действенно Так Нападение На Марса Марсу Очень Больно С него Снимают Флюкс И Он Очень Классно Занимает Позицию Стоит В стенке Так Что Его Не Пробить Но Все Варден Доковыряет Конечно Саппорт Марс Что Битва С копией Происходит Зачем Бабок Очень Хотели Ну Плюс 300 Получили Тебе Надо Баз Бежать Установить Ресурсы Ну Да Марса Копия Сильно Раздает Копия Действительно Раздает Это Та Самая Проблема Когда Варден Настолько Много Набирает Попытка Спрятаться В лесу Сейчас Здесь Копия Вардена Не Придет Видят Где Находится Тимбер Идет За Тимбером Один Другой Идет За Грим Строком Тимбера Подсвечивают Да Тимбер Не успевает Кинуть Нася Лотос И погибает Хороший Момент Не стали До последнего Этот Вард Полить Троль Съел Грим Строка Съели Тимбера Слушай Получалось Не так Плохо Копию Тимбера Грим Строка Размен На Одного Марса Нормально Вроде Плюс Копия ДП Сбили Одной Ну да Всяло Хорошо Но Все Еще Терри Работ Третьего Рошана Ждать Инфинити В принципе Все Внешние Вышки Сломали Но Все Не могу Представить Как Не Будет Пить Некограм Когда Вот Придет Это Время С Хекс Снеглокер В принципе Хорош Выбор Я думаю Можно Сюда Будет Урок Поймать Тут Иллюзия Аркварда Будет Полегче Убивать Они Там Не Дают Вдвоем Вардену Слишком Нагло Действовать Пропушивать Так Марс Ну Копия Вардена Развалилась Да И Марса Оказалось Здесь Не Пробить Он Кидает Все Сплы Находит Пака О Арена Минус Мана Пак Конечно БКБшку Тратить Не Хочется Ну Можно Забрать Копию Вардена А Валрос Кик Появился Нифига Семь Типа Чтобы Пинать Эту Копию И не Давать Нормально Жить Короче Копия Вардена Защитила Пак Опять Марс Не Попал Копьем Попал Копьем Пак ДП ДП В очень Большой Опасности Нажимает Шиву Но Как же И больно О Троль Сел Сифон На Тролле И Троль Строн Раздал Тонну Дэмэджа Ну Это МКБ Прокает Плюс У него Просто 30 Дэмэджа Плюс Солор Накинули Да Солор Баш Там Очень Тяжело Выйти На самом Деле Из контроля Скорость Атаки У тролля Очень Большая Вот Пожалуйста Давайте Тут Такие Тычки Жесть 900 700 Федического Урона Так Ну У нас нет Статистики Но Уже Копию Четвертую Наверное Варден Отдает Причем В самый Самый Вот Видимо Таймин Крашен Причем Самый Самый Вот В завершающей Стадии Игры То есть Возможно До этого Он тоже Отдавал А 4 копии Это как бы 1200 Золота Это много Инвокер Хексит Пака Паку неприятно Пак отправляется В таверну Валрус Кик Блин Как же круто Работает Валрусских Против Вардена Просто Пошел Вон И все И он Не дамажит В таких Стычках Ну И что Мы имеем Дарь Команды Сейчас Дарь Ситуация 3 на 5 Аркорда Приходит Ставить Первый Плотный Филд Люди Через 10 секунд Будет Второй Плотный Филд Начинается Дружка Кстати Урна Бить Попию Стерли Это уже Минус Магнетик Филд Магнетик Есть еще Один Не ставит Его Пока что Фортификейшн Нажимают Что-то Как-то Прижались И посмотри На миди На миди Т-вышка Почти упала Варден Не может Защищать Сразу Два Тавера Так Пошел Флюкс На тролля Сайланс Ему дают Лотус Минус Тер 3 На миди При этом Тер 3 Сейчас тоже Будет падать Пошел Бить Бараки На миди Тер 3 Под форжами Инвокером Падает Минус Вот так Инфи Теперь Надо просто Идти убивать Рошана И уже Сайгисом Уверен Заходить Он там Сейчас Сыр Проел На тролле Чтобы Случайно Не умереть Как-то Но пока Все качественно Вот они В один момент Собрались И начали Качественные Могу Делать Не дают Дышать Я бы сказал По карте Примейт 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 Плетаются Да Марс Поймали Остался Да Как-то Глубоко Сразу Моментально Наказывают И Рошан Ресается Через 6 секунд Знает Ли братами Примейт То есть Может сейчас Потенциально Будет чекать Его Пак Заходит Рошана Не видит И Рошан Сразу Ресается Как-то Как-то Вышел Тролль У Гриф Срока Ресурсов Тоже Нет У него 200 маны Потому что Рошан Сейчас Реснутый Будет Наверное Какой-то Файт Рошана Попробую Традиент Принять Его Нажимают Космог Идут Четвером Без Арквардена И срок Поднимать У них Барс Принципе А что Они хотят Сделать С троллем Вот он Нажмет Бакабай Че Небудь Делать Вообще Не знаю Я уже Думаю Что тролли Разорвет ДП Хоть У нее Там Есть Шива И так Далее Он Просто Начнет Бития ДП Помай Копию Вардена Избивают Да А еще Минус Бабки Точнее Плюс Бабки Наоборот Динфинити 14000 Ну как бы Одним Магнетик Филдом Доту Не выиграть То есть Даже Если взять OG Которые Там Обыграли LGD В финале Магнетик Филд Конечно Что-то Сделал Но там Помимо Магнетик Филда Много Чего Происходило А здесь Я вижу Только Один Магнетик Филд Который Просто Ставится Если Не он То Все Если Он Заканчивается То База Падает Плуд Стол На Тимбере Появился Приз В этой Гре Можно Было Еще Конди БКБ Подумать У Пак Не Смогли Его Вроде Б Поймать Но Слишком Много Контроля И Пак Здесь Погибает Неплохо Зарандомить Копьем Да И Много Не хватило Ну И Так Нормально Пак Там Очень Сильно Испугался Байбэк Пошел От Пака И он Кстати говоря Придет Сюда Здесь Начинается Драк Но Гримстрока Очень Быстро Уничтожили Тролль Под Ультимейтом Но Никто К нему Не Подходит И Никто Не Связывается С Троллем Как бы Это Не Звучало Варден Пытается Пробить Тролля Но Кстати Тролля Убьют 100 Секунд Без Него Его Что-то Одного Оставили Андерлорд Пытается Уйти Но Ему Не Дают Гримстрока Убили Второй Раз После Байбэка Получается И Теперь Нужно Идти На Рошана Хорошо Сделали Все Очень Хорошо Тролль Просто Ничего Не Смог Сделать В Своем Ультимейте И Рошан Сейчас Погибнет Тролль Да Аматюрный Сыграл Зашел Файт Даже Сразу Ультимейт ДП Просто Марс Врывается Забирает Сыр Все Забрал Он Оганим Забрал И Сыр Забрал Он Оганим Забрал То есть Только Оегис Забрали Да Оегис Забрала ДП Марс Просто Он Всю Игру Так У него Не Шло И Теперь Он Собирает Оегис Оганим И Сыр Два Довольно Важных Паварап Да Жаль Конечно Он Для Себя Взял Оганим Ему Я думаю На пост 5 Не сильно Его Бустит Но В целом Украсть У оппонента У той же ДП Это Очень Хорошо Выглядит То есть Вообще В целом Его Вот этот Мув Огадался Нереально Плюсовым Я не знаю Почему Аркварда Ничего Не взял У него Были Пустые Слоты То есть Можно Просто Взять И Натыкать ДП Могла Что-нибудь Переложить Помойка Лежит Стики Ну правда Сейчас Тролли Нет Марса Нет Андерлорда Нет И Вышка Начинает Страдать Вортификейшн Тролли Нет Да Можно Сломать Весь Сайт Вообще Понимают Прекрасно Что Ну Здесь Надо Наверное Отдавать В сторону Либо Затевать Какую-то Драку Там Уже На Отходе На Саунс Натасика Тасику Больно Натасику Плохо Сторона Стоит Все Еще Варден Идет Санстрайк Это Копия В копию Влетают В этот момент Пригвоздили Тимбера Копия Пытается Убежать Получает Баш Погибает В этот момент Тимбера Пинают Пошел Лотос Да Вот он Самый момент Но Знают Что Прекатится Естественно В Тасика Слишком Много Всего Он Включает Бладстон Но Троллю Плевать Он его Запинал Страна Устояла Это Ну да Ну что теперь делать Команды Финь Вот У них У них Было бы Все Так Крутой У них Сыра Есть У них В итоге Его Нет И Заходить Просто Бить Довольно Сорно Хотя Тимбер Сейчас Секунд Точно Форсировать Его Байбэк Потенциально Отпушить На Его Керебот И Все Команд Дети Помидовать Думаю Как Сыра Он Съел Что Ой Ой Нападение Какое Его Но Ой Вот Это Может Быть Зря Конечно Ну Нет Хорошо Уходит Если бы Тасик Успел Ее Пнуть Было Бо Крайне Неприятно Саанс Получает Марс Не Может Ничего Сделать Таск Идет Дальше На ДП В Инвизе Конечно Погоня Была Жесткая Если бы Таск Успел Пнуть ДП Он Б Отправил Его Валорус Киком Куда То В район Аванпост И там Ее Убили Дважды Интересно Но В итоге Они Тимбера Убили Ничего Не пропушили В плане Линии И не смогли Запушить Такой Какой-то Вейстайм Прошел Ну Так Могли Убить ДП Выбить Аегис Там Нанести Хороший Урон Не Получилось Но С другой Сторон Особо Ничего Не потеряли Учитывая Что УДП Аегис И он Все равно Кончится Через Какое-то Время И это Им Нужно Как-то Вот Тянуть Время Кстати Свифт Блин Сейчас Будет Тролля Акторин Появляется Унилокера Тем временем Еще и Баунтируны Забирают Что Ты Как-то Несмотря На Этот Камбэк Преимущество Стало 20 Я Понимаю Конечно Съеденный Аганим Марса Дает Они Экономически Просто Ничего Не выиграли Но В том Плоне Что Они Два Человека Умерло Они Два Байбека Назали Вот Рошана Убили Аганим Не взяли В итоге Там У них Именно Как Убийство И Байбеки В нуле Наверное И просто В аганим Проиграли Потом Интересно Еще сделали Пару Убить Просто Лучше Фармить Мапу И Набираются Преимущество Я сказал Вообще Ничего Не делают Кремейт В данный Момент Так Будет Сбивать Дремкоил Сбивая Дремкоил Но Как бы Варден Сюда Не прилетит Потому что Крип Умер Андерлорд В страхе Делает Телепорт Но На самом деле Боится Мособу Было Нечего Здесь Никого Не было Мог И отменить Спокойно И пойти Дальше Пушить Вся команда Побежала К нему Реально Побежала К нему Так что Вроде Как И Правильно Сделал А там Ответный Свилблей Тоже От Ну Мне кажется На тролли Это Оно Поинтереснее Потому что Ему Как раз Нужно Нападение На Марса Марс Погибнет А тут Выход Варкварна Минус Ркварна Лол Я Посмотрел Просто Но Настоял Да А что Там Обисон Даггер Текст Ну Даггер Сверх Будет Форстировать Точно Даже Обисон Не Звезал Да Да Он просто Они его Сняли Два Ой ДП ДП Аегис Имеет Да Вардан Не Байбекается Фортификация Использует Та Сейчас Привяжет ДП Полетело Ой Это очень Плохо Не может Ничего Использовать Потому что Просто Не выходит Из баша Ей Дают Кучу Всяких Поверапов Живет Живет Вроде Как Но Тимбер Заплатил Очень Горькую Цену Вардан Сидит А что Он сидит Молодец Когда уже Двое Умерли А у Мог Столько Импакта Дать На самом Деле Убит Там И Баран Куда Почему Не Баран Что Это Вообще Не Туда Происходит Мастер Тир И Тут Выход Сразу Еще Один Даггера ДП ДП Без Байбэк Они Сдаются Вдвоем Есть Байбэк Тимбер Это Очень Грус Да можно Тускари Байбэк Тус И Пойти Брос Снизу Тем Временем Спушили Баран Каким То Образом Я Честно Я Просмотрел Только Раньше Да Копию Вардана Ловит Убивают Инвокер Очень Хочет Что То Сделать Летит Копия Вардана В лес В принципе Можно Заходить В сторону И Ломать Начать Ломать Если Вардан Будет Здесь Вписываться Вардан Стоит Вообще На Фонтане Ему Очень Страшно Ну Да Просто Понял Как Он Первый Раз Умер С Неожиданного Даггера С Инвиза Инвокера И Он Понимает Что Второй Раз Умер Еще Так же Пошел Байбэк От Тимбера Уже После Падает Фактически Блин Вардан Просто Стоит На Базе Смешно Он Не Просто Даже На Базе Он Стоит На Фонтане Оттуда Даже Магнетик Фил Не Кинуть Я Конечно Все Понимаю Но Этого Я Не Особо Понимаю Отправляет Иллюзию Очереднев Раз Умереть Хотя Много Урона По Марс Марс Отвалился Тут Стоял Сентряк Марс Не Смог Спрятаться За Марс Дали 912 Голды Кстати Инвокер Покупает Себе Рефрешеров Джоунер На тролле Даградио Молнии Мог Кстати Глэйпни Отклить Я же не знаю Что лучше Джоунер Или Глэйпни У нее Так Это Спит Большой А Тот Тоже Ману Дал Хотя Ему Ману Не Так Варден Пришел Варден Часто Иллюзия Спамит Тебе Не Кажется Возможно Ой Инвокер Тут Инвокер Просто Залил Соляры Уничтожил Паку Уничтожил Тимбер Вместе С троллем Варден Подрубает Иллюзиями Адабр Горн Пытается Инвокера Спасти Андерлорд Улетает А Инвокер Остается Очень смешно Опять Неудачный Ультимейт От тролля Или Ну да Опять Раскатит Паша Кринджовый Как тебе Минус Варден ДП Пошла Вон Со Своими Сифонами Но Тролль Не хочет С ней Прощаться Забирает Слушай Ну тролль Всех Убил Да Трифер Короче Немножко Поддушили Нас Этой Игрой Ребятки Из Радиент Далее Надежду Ребятки Трифер Что непросто Вот Такой Сегодня День В Южной Америке И это Только Начало Потому что В 23.00 Начнется Верхний Дивизион Сегодня Тоже Одна Игра Вроде бы В Верхнем Дивизионе Давайте Чтобы не врать Уже Уточним Расписание Нет Сегодня Две Игры То есть У нас Вот такой Длинный День Сначала Игра Нижнего Дивизиона И две Игры Верхнего Дивизиона Так что Южноамериканская Дота Вы сегодня Насладитесь По полной Это будет На канале Дота 2 Рухап 2 Мы с Джессом С вами Сегодня Прощаемся До скорых Встреч До скорых Встреч Всем Хорошего Вечера